Привет, котаны! Меня зовут Рина, и я вас сегодня приглашаю на чашечку мурчащего кофе в настоящее кота-кафе здесь, на острове Пукет. Знаете, я 100% уверена, что скоро котики поработят весь мир. Но, по крайней мере, Таиланд они уже захватили. Найти среди тайцев человека, который не знает Hello Kitty или кота-робота Дораймона, совершенно нереально. Мне тоже очень нравятся няшные котики, и я с удовольствием рисую их на одежде. Впервые подобные кота-кафе появились в Тайване и Японии, откуда уже распространились по Европе и Азии. Неудивительно, что Таиланд подхватил мировой тренд на кошачьи кафе и рестораны. Первое подобное кафе открылось в Бангкоке и теперь очень и очень популярно. Кота-кафе на Пукете называется Be Cat Cafe и расположена в самом сердце Пукеттауна на улице Тхепхаса-3 напротив отеля Пукеттаун Инн. Здесь живут 20 котиков различных пород. В кафе два зала. В первом вы можете просто посидеть в своей компании и поесть в приятной обстановке. В меню найдете блюда тайской и европейской кухни. Я бы не сказала, что блюда какие-то изысканные, все-таки не в этом основная изюминка ресторана. Зато, как обычно в Таиланде, вы найдете том-ям, жареный рис, креветки в кляре, картофель фри, а также прохладительные напитки и даже кофе с рисунком усатой мордочки. А вот как раз во втором зале живет хвостатый персонал кафе. И здесь к заказу принимаются только напитки и десерты. Отдельно хотела бы обратить ваше внимание на правила поведения игры с животными. В кошачьем зале нужно соблюдать ряд строгих правил. Их нарушение грозит штрафом в 1000 бат. При входе в кошачий зал помойте руки специальным гелем, снимите обувь и наденьте тапочки. Вам предложат меню, где на первой странице в картинках описаны правила игр с пушистыми хозяевами. За хвост, лапы и уши не дергать, не будить спящих котов и не беспокоить их во время еды. Не кормите их человеческой едой, то есть не нужно им предлагать попробовать свой тортик. Не берите их на руки и не тискайте, а после посещения туалета обязательно помойте руки. Бегать, прыгать и кричать в кафе разрешается только хвостатым хозяевам. Обязательно расскажите эти правила вашим детям. Объясните им, что котов можно только нежно гладить, когда они не спят и не едят. Котаны в кафе являются полноправными хозяевами, гуляют где хотят, играют друг с другом и скачут сами по себе. У них свои игрушки, которыми вы как раз сможете с ними играть. Если они устанут от гостей, то запросто могут удалиться на второй этаж. Посещение кошачьего зала бесплатно. Нужно только сделать заказ и вы можете находиться в компании двух десятков азарных хвостатов в течение полутора часов. Если вы решили просто перекусить в ресторане, располагайтесь в первом зале. И пока ждете заказ, загляните сфотографироваться в кошачий зал. Только ни в коем случае не используйте вспышку, у животных очень чувствительные глаза. И, конечно, выкладывайте фотографии в социальные сети Facebook, Instagram, ВКонтакте. Моя статистика показывает, что фотографии с котиками собирает очень много лайков. Надеюсь, вас заинтересовал мой рассказ про Кота-кафе. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Подробную статью читайте на моем сайте «Тайские сказки о Пукете» вот здесь. Спасибо за подписку на мой канал. Я делаю для вас видео каждую неделю. Мурмяу! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok